Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами Криптофтеф. Ну что, многие из вас помнят такую игру CryptoKitties на Ethereum и помнят очень хорошие проблемы на тот момент. Помнят, как сеть Ethereum в прямом смысле слова зависала, висла. И теперь эту проблему пришел решать новый блокчейн для открытых миров Flow. Собственно, как вы знаете, те, кто делали CryptoKitties, а именно DaperLabs, они уже анонсировали то, что готовы уже перейти на Flow Blockchain. Они уже приветствуют это. И, собственно, мы уже на блокчейне Flow будем видеть эту игру CryptoKitties. Также на блокчейне Flow будут и другие игры помимо CryptoKitties. Напомню вам, что такое CryptoKitties вообще. CryptoKitties – это первый Depp in the world. То есть это мировой Depp. И, соответственно, он покидает блокчейн эфира в пользу блокчейна Flow. И, соответственно, что такое вообще игра CryptoKitties? Здесь вы, собственно, в игре своего кота заводите. Можно купить или продать котов. Вашему комьюнити, да. И это все очень занимательно. То есть если вы будете ознакомливаться с этой игрой, то вся суть будет идти к тому, что вы должны вырастить кота. И потом вы можете его продать. Это, опять-таки, очень довольно-таки интересно. То есть работает, это, вернее, работало на эфире, соответственно, с помощью метамаска. Сейчас это будет работать на блокчейне Flow. А Flow – это, ну, прежде всего, удобство для разработчиков. То есть блокчейн Flow был создан, чтобы облегчить жизнь разработчикам и помочь создавать такие приложения, которыми люди хотят пользоваться. Соответственно, если мы будем, опять-таки, просматривать особенности, то есть встроенная функция введения журнала, есть Cadence. То есть это новый, простой и звонение язык программирования для разработки децентрализованных приложений. Есть обновляемые смарт-контракты и быстрая детерминированная финализация. То есть сеть Flow построена таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость, чего нет у эфира в работе с криптокотиками, да, и эффективность работы. Но, собственно, если мы будем также рассматривать другие новости, то об этом, опять-таки, написали новостные издания. Да, и помимо этого, также, собственно, здесь, в этом новом блокчейне будут также и другие игры, такие как звезды NBA. То есть здесь уже не пойдут на новый блокчейн. И, соответственно, если мы говорим про CryptoKitties и вот эту игру, то вот, например, CryptoKitties, они уже в рамках своего последнего раунда финансирования 12 миллионов долларов, они будут использованы для масштабирования Flow. И вот эта игра тоже, опять-таки, выйдет на блокчейне Flow. И, соответственно, об этом пишут довольно-таки много новостных изданий. И почти двух лет исследования здесь будут делиться Flow со всем миром. И Flow, конечно же, это блокчейн, созданный с нуля, пишут на сайтах. И это для экосистем приложений игр без ущерба для децентрализации. То есть биткоины и эфириумы, они показывают, как криптовалюта может сделать мир финансов более открытым и прозрачным. То есть Flow сделает это то же самое для потребителей развлечений и культуры. Поэтому те люди, которые говорят, что у эфира там ничего нету и что у него что-то не получится, то отчасти они правы. Но вот блокчейн Flow, он решит эту проблему. И, естественно, здесь также говорится о том, что Dapper Labs, он сотрудничает с UFC, чтобы предлагать поклонникам новые цифровые коллекционные предметы на блокчейне. И здесь, конечно же, речь идет о блокчейне Flow, платформе блокчейне Flow. Также, помимо удобства использования, мы можем сказать, что Flow работает и обеспечивает значительное повышение скорости и пропускной способности за счет разделения задач майнера или валидатора. Валидаторы могут выполнять в сети Flow одну из четырех функций. Это ноды сбора отвечают за повышение эффективности. Ноды исполнения обеспечивают скорость и масштабирование. Ноды верификации отвечают за правильность. А ноды консенсуса обеспечивают децентрализацию. Ну и вот общее глобальное состояние также здесь описано. Если мы будем говорить про какие-то сторонние все-таки ресурсы, а также о Flow, что еще известно? Известно то, что токены Flow будут торговаться на бирже CoinList. И будет это примерно с 21 по 22 сентября. То есть, в принципе, информация имеет такой узкий характер. То есть, она не особо распространяется. Но, тем не менее, такая информация есть и имеет место быть. Поэтому вы можете зарегистрироваться на бирже CoinList и ждать, значит, 21-22 числа, чтобы, значит, купить эти самые токены. Потому что, в принципе, переход с блокчейна эфира на Flow, который решит, наконец-то, проблемы с криптокотиками, первым депп в мире на эфире, то я считаю, что это очень довольно-таки сильный сигнал, чтобы, опять-таки, и обратить внимание на токен. Ну, собственно, на компанию, которая выпустила вот этот блокчейн Depper Labs, я оставлю ссылку в описании. Ну, и также, значит, ссылку на этот блокчейн, на сайт этого блокчейна, я оставлю также ссылку в описании. Всем удачи, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok